так внимание друзья запись прошла сегодняшняя тема у нас такая прививки почему потому что пора потому что пора сейчас я проверю запись идет значит на юге уже наверное кто-то сделал прививки северо-запад завален снегом аномально вот даже западная европа снегу в сибири аномальное потепление до плюс 20 который правда сегодня закончится но я уже пока она была весовая температура я прививки начал прививал скелет накрывал полиэтиленными мешочками если у земли то накрывал полиэтиленными бутылками пластиковыми бутылками теперь подавайте подробнее итак система моя особая я сам бывший студент я знаю что такое дремота в средних рядах вот храп на дальних рядах то время когда профессор очередной читает лекцию нужно скучно вот который никто не слушает и даже не записывает вот мы все учились понемногу тем более что большая часть 90 процентов знаний которые дают обузы они никому даром не нужны никогда в жизни не пригодятся вспоминаете нет посмотрим пригодятся ли мои знания итак мы начинаем прививать прививки это волшебство никогда есть какой-то предел вот семечки косточки роскошных сортов прививки о нет посадите доведете до плодошение это называется корнесобственное деревья непривитая в результаты такие пойдет морозостойкая мама будут вкусные пойдет роскошного папу замерзнут вот уже есть примеры мои несколько поколений по особому способу названия это называется по железовому наслению ментора и тогда и не замерзает и в вкусно но это определенный предел например удалось довести сеянцы абрикосов пока предел а хочется чего-нибудь такого здесь это называет еще одной серии потому что я уже это чисто показывал в прошли годы и там количество просмотров остановилась похоже на всегда давайте посмотрим сюда вот это вот вот это вот сейчас вот это вот мой сайт вот это фотогалерея вот я просто вас хочу убедить я пока еще печатался в газетах а интернета не было вот тогда еще меня укоряли это в священных книгах написано прививки это грех и я в одном месте да так и оказалось только книга оказалась не совсем священная но она в общем не хочется вдаваться религиозной тему я сам понимаю берем дерево калечим ради вот этого видите ради чего мы его калечим да вот ради вот этого вот а иначе как выбирайте сами и и вот после все что я показал показал очень коротко мельком вот просто так так сложилось да давайте теперь вернемся и начинаем учиться прививать и так фотографии разбросаны не по теме не так не единая тема а разбросаны так что мы будем все время перепрыгивать зато не усеете это момент поехали первая фотография перед вами двухлетняя груша она привитая часто привитая груша имеют вот такую форму вот уже сложился скелет вроде бы все нормально вот но вот этот мощный побег один и был мощный побег второй она должна дальше развиваться и именно вот такое сочетание она встречается только у привитых груш и получается вот эта ветка по сертикально и пусть себя растет а вторую рекомендуется уничтожить вот так вот раз на кольцо ответ и вот на всю жизнь и дерево будет страшная рана вот этот самая вредность этих ран не осознается современной наукой то есть все доктора кандидаты режьте режьте все на ран и ран даже вот эти вот нижние ветки это я отвлекаюсь даже и полагается все они незаконные до высоты 60-90 сантиметров и укоряя меня цвете делаю эту цитату которая 90-летних времен вот я же говорю не трогайте нижние скелетные ветки это я попутно потому что почему это я не сделал штамп она зачем мне штамп она лучше она знает еще не хватало груши воспитывать путем калечения а вот эти верхние они их назвали называют ветки конкуренты вот это более вертикально остается это надо отрезать я предлагаю два других варианта первое просто сильно укоротить несколько этих почек проснуться дадут побеги главное будут рано страшно не делать они дадут побеги но они уже будут настолько второстепенно что они не будут уже конкурентами но какое-то количество гроша не повесит уже вот этот острый угол не не скалечат не они обрушат поэтому этот вариант неплох а второй вариант но если через сонки можно испытать прививая еще какой-то один сорт вот это я вам советую отличным не будет посмотрели на первую фотографию кстати убедили что и два года она готовится стать вот это обрезка 1 обрез на два ветка слева 3 обрез на 4 5 значит она готовится стать матой 7 деревьев то есть вот эти молодые побеги появятся молодые побеги и они безжалостно будут отрезаны лето на прививку других деревьев вот вот это фотография еще публиковал в газетах когда интернета не было но она мне очень нравится это моя первая попытка уже учить других вар садовый потом когда-то изменился на вар появился то же самое принципе и главное он настолько мягкий что даже при небольшом минусе ему удобно замазывать раны очень удобно только мягкий как клей но чергуще клея и изменил название вот бар садовый сад появился вар бугорковый до сих пор им пользуется я пользуюсь это раз значит нож нож должен быть я потом покажу еще нож о немецкой фирмы начинала с этого очень хороший нож вот это вот моя как бы назвать то достаточно достаточно убедительная фотография вот так делается косой срез а на косом срезе делается расщеп и называется этот способ лучшая капулировка вы даже догадываетесь как идет стыка стык стык вот прививка вращеп вот это самое главное прививка вращеп веточка которая мы делаем клин вот она она должна быть настолько длинная чтобы заполонить вот это вот расщелину видите как полностью и вот тогда она 100 процентов приживется ну наконец секатор он называется секатор кажется кажется с храповиком и хотя этот секатор 20 или 30 лет и он у меня давно уже сломался и уже заменен но именно вот этот мне больше нравится до сих пор когда ломается один секатор годы-годы я покупаю точно такой же пойдем дальше вот сайт зачем хорошо нажал на вот такой толщины ветку от которой рядом с ним нажал раз он остановился опять отпустил руку снова нажал еще немножко отрядов еще немножко глубже глубже и два три четыре приема нажатия и перерубает это все прекрасно поэтому рекомендую именно его вот эта помощь еще я вам показал вот что некая тоненькая веточка и те я умею прививать видите чуть толще спички а уже можно привить лучшую каплировку тоже косой средстве расщеп вот здесь лучше видно это уже размер с карандаш это самое средненькое удобно для всех а самая толстая вот еще толще это для уже людей которых набита рука вот посмотрите на эти пальцы если вы умудритесь сделать длинный одним движением косой срез на подводе на поливаем дерево и на веточки которые состыкуете и получается такая как сказать получается если хорошо приживется мне удавалось вырастить за один сезон и без полива мы подводим на двухлетний прививка у земли заметьте чем ниже тем вырослей получается этого даже этого не знаю и два два с половиной метра с пышной кроны такие красавцы что вот приезжал ко мне когда сам знаменитый значит николай иванович курдюмов вот я вам показывал такие ну это было действительно было чем похвастаться и убедить его что общая книга будет будет действительно полезна мы вообще книгу написали ну а дальше обмотка обмотка это или ленточка полихлорвинила или или поле полихлорвинила дальше вы знаете когда-то лучшая пленка сейчас и даже у меня такой нет когда-то мы ходили в поликлинике и мы долгими часами в очереди сидели на кушетках а кушетки были застелены такой пленкой чуть-чуть даже где-то с разово вот я доставал также это самое через медиков очень мало хороша но потом когда обещала медицина обещали поликлиники и и поликлиники перестали выписывать чтобы не тратить лишние деньги и она просто тогда я перестали и выпускать в общем посмотрели теперь если вот это вот с расщепом называется лучшая каплировка то без расщепа вот самая правая видите это простая каплировка просто два косых среза накладываются друг на друга и получается еще лучше хорошенько когда обмотаешь обмотка идет на грани обрыва ленточки на грани обрыва ты со всей силы если где-то какой-то не чуть-чуть там неровность она должна это неровность быть зажата так что все равно придавить друг другу полностью сто процентов и тогда получается приживаемость и рост еще лучше чем получше каплировки но падают от ветра это надо мощно то есть я не отрицаю я тоже пользуюсь но два-три мощи кола обмотка сайленс растет выше обмотка еще выше и бывали случаи когда ураганный ветер даже не спасала вот это вот не обмотка то что мы примотка примотка вот так точнее вот следующий снимок значит а демонстрирую саженцы которым примерно 5 месяцев 4-5 месяцев вот на за моей спиной саженцы которым год и 5 месяцев мощный рост связан именно с качеством во-первых первое второе с качеством по двое по двое передает свои свои характеристики прямое и как правило обычно не портя качество плодов то есть плоды такие вкусные ну представьте себе что там по двое является китайская слива ну вот это отдельный разговор я не могу отвлекаться иначе он провел 177 вебинаров пятый год провожу вебинары и что вы думаете я все еще не все рассказал я сейчас начну отвлекаться а вот они по двое китайки да вот они вот так выглядят да их надо вот так выращивать никогда не закончим не сейчас не через три года поэтому просто запомню по двое китайские сливы почему потому что сейчас это я называю король сада к ней у меня уже привычного заняться поколений это самое допустим сувенир востока вот так мощный рост огромный урожай а вот видите как вроде питомник почему-то слива осталась она была обрезана где-то у меня на уровне чуть выше колена так это уже называется формирование крона чуть выше колена отрезана была мощная почему она она почему и осталась вот та которая за моей спиной и уже стало это теперь она все равно под урожаем и наряжет на землю придется делать еще одну обрезку вот но это уже обрезка не просто это за одновременно является заготовка черенков то есть сразу уже после второго года как только да когда же никто себе привил еще весна еще 8 через полтора года наступает зима и ноябрь декабрь я уже срезаю ветки на заготовку черенков она естественно все равно продолжает расти и даже плодоносить прямо питомники так а куда девается мне место то все меньше вот эти саженцы которые на переднем плане продаются они остаются вот только вот такие выдающиеся и вот эти выдающиеся это как бы первичная селекция где моя рука будет обрезана нет не так это правая рука то есть вот на такой высоте она будет обрезана вот это уже уйдет на прививку хотя считается рано считается что она еще не устаканилась русское слово устаканилась а практически я должен был сказать расшатанная наследственность у молодежи поэтому их не забрать на прививку можно нужно потому что вся моя агротехника для романтика не знаю что получится но чаще всего получается федема вот этого мне это самое не синица в руках это журавль это птица феникс это ладно сейчас чуть не перешел на практического понятно да вот такие остаются навсегда самые мощные остальные продаются и уже в следующем году уже место меньше меньше и через 4-5 лет питомник полностью переходит в разряд маточного сада полностью то есть это я его называю качущий питомник потом вот там видите забор потом еще будет превращена земли пару суток питомник переходит туда и вот так вот пока все это не становится взрослым повносящим садом невиданной красоты невиданно результатами еще раз это первичная селекция согласитесь что это глаза есть и не надо быть особо специалистом чтобы выделить наиболее выдающийся почему он такой мощный здоровье у него больше всего от по 2 осталось раз совместимость лучше всех 2 согласно ну а потом 3 4 5 смотрим еще значит прививка это примерно вот то что вы видели да это осень а веслое оно еще вот так выглядит и так они были привиты на месте на коленях и накрыты бутылками бутылка это мое изобретение нигде вот сколько я читаю особенно классическая литература уже давно появились бутылки наверное лет 20 как пластиковая а использовать их эффективно что-то никто не догадывается большинство автора переписывают тоже с 19 начало 20 века берут оттуда рисунки перефотографируют вставляют свои статьи в свои книги вот а такого не увидите а что тут особенного прошу прощения сейчас я не совсем одежда пошел меня за это отвечу на звонок вынужден ответить так давайте так я сейчас как раз вот вы звоните я не говорю что отключайтесь мне всегда звонки в тем я сейчас провожу сейчас я записываю фильм очередной про прививки да вот но отвечу на вопрос потому что этот вопрос касается многих и так с аденцами я передал питомник у меня слышите да и меня слушают еще сотни если не тысячи поэтому это я отвечаю так официально я передал лет 5 8 назад сыну постепенно сергею железову он и его жена татьяна железова занимается выращиванием саженцев на продажу я стал консультантом записываю фильмы продаю косточки семечки черенки учебные диски книги пожалуйста запишите телефон есть ручка под рукой телефон принимает заказы татьяна железова так татьяна александровна невестка и она ответит на ваши вопросы пишите номер восемь девятьсот тринадцать четыреста сорок четыре тридцать один тридцать один семь восемь поговорите с ней я знаю персики на расхват приятный апрекос еще могут быть давайте пока до свидания так все понятно прошу прощения дозакалялся до насморка хотелось бы хотелось бы чтобы еще холоднее иначе а можно остаться без урожая когда раннее тепло и так смотрите под бутылками 0 если градусов на улице там будет ног 5 10 поверите солнышко прогревает каждая бутылка это менее парличок и так получается если это все делается ну например в среднем в апреле но если брать среднем по россии то тогда там месяц идет за два в чем смысл к нам поступают мы делаем прививки мы же специально берем южные сорта согласитесь мне представляете и эти самые какие а я вам показывал до кусочек этого как он называется сейчас еще раз я показывал кусочек своего своего сада в виде уже вот этих самых да согласитесь что это все юг который постепенно продвигался на север а у меня получилось рывком то есть мне удалось увеличить размеры вот поверите нет ну сейчас я про это долго не буду а то придется вам бежать за в леду черешни персики все 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 вот особенно горотехника но все таки южане все таки уже не так тогда получается что раз это южане то на севере главная беда даже у самых безупречной технологии даже у самой безупречной технологии одна беда не хватает короткого российского лета и вот надо вызреть они не вызревают постепенно привыкает подумаем на танец поколение это на севере ментора мы проходить по железу мы не будем но сразу так просто не получается и вот она луна все нормально растет и развивается а его еще удобряет и еще поливает и это как закормить ребенка который теряет даже наоборот развивается быстро иммунитет терять но главное не хватает до зимы времени на возревание и вовремя сбросить листу а как он бросит когда позим не полив это подлую вещь придумали для того чтобы он не сбрасывал листу это еще попутно я добавил проблему а так под бутылкой день за два месяца два месяца вот эти так как раз и вызревает вот эти вот это сделал у меня знаменитый следующее ну если уж так сложено что из этого вылезут два побега из земли да вот я привил привил ой привил посадил два побега ну хочу второй надо отрезать у них сегодня города но руки чертся я взял привил почему попутно не испадать еще один сорт вот выращивание в бедрах очень эффектный способ достаточно земли достаточно все но и тем кто этим занимается я такой видел что люди сразу губят деревья почему вот эту фотографию вот эти это плохо видно но они закопаны или не так они приготовлены к закупке дальше будет сядь лучшим образом все в селе пустоты заполнили землей утрамбованы так но есть еще одна вещь я видел фотографии присылали такие гордые счастливые посмотрите а я смотрю вот здесь снег стоит вот так же земля-то проседает у меня просил снег стоит и что дальше а дальше уже гниет все это видите вот один из секретов я здесь прорубил щель вот такой у меня когда начинается оттаивание вся лишняя вода вытекает вот 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 видно стрелочку верхнем нет в нижнем левом углу вот она вся вода вытекает вот и тогда получается что корневой шейке ничего не случается все пойдем дальше вот эта фотография называется это прививка почкой вот это рука опытнейшего садовода ученого я редко когда ученых вижу практиками вот вижу это роман исаев из династии исаевых вот это я просто фото перефотографировал его питомник как бы он работает а я взял фотографию с экрана сделал вот это есть прививка почкой у него наиболее удачная прививка небольшая когда вот он внедрился до почку этот способ называется прививка почкой окулировкой вот и теперь когда она привелась он тогда вот этот побег дикий побег вот он вот так оставляет пенечек и остальное уничтожает вот вот этот побег и теперь он культурный он у него наиболее прекрасно получается плоды потому что есть такая страшная вещь ох найду я или нет сейчас дело то что почему я принципиально противник это ученый это замечательный ученый если смогу найти сейчас и поставить это важнейший момент важнейший момент сейчас я или здесь вот нашел а теперь смотрите я сейчас показывают вы будете в шоке вот это исаев на тот момент по моему был кандидатом на заведующий отделом садоводства в институте вот еще раз говорю вы видели у него прекрасные санкции привитая почкой но вот это другая крайность страшная крайность смотрите вот этот человек видим ботинки это ботинки доктора наук вот здесь он занимается тем что почему я его не называю фамилию с гордостью прекрасная санкции прививка почка а теперь смотрите яблоню грушу правильно посадить правильно яблоню грушу всегда страшная ошибка когда яблоню грушу ставить через запятую у них абсолютно разная агротехника должна быть у них абсолютно разные характеристики они с разных мест планеты и что получается я отвлекся но он садит в яму раз смотрите видите еще бортики делает он делает бортики а дальше все это провалится и если яблони еще выдерживает даже 10 20 лет и может гнить но постепенно и даже давать урожай груша вот видите я бы не грушу груша обречена почему я это потому что я не мог упустить я-то хотел про прививку почкой внимание смотрите вы видели что он посадил тоже прививка почка тоже яблони но здесь получилось страшная рана страшная и он берет и если уж он выбрал эту на показ то какая какие остальные то есть прививка почка и оккулировки от них они однозначно отношения один ученый видно что он специалист я видел как у него руки прекрас как он это делал а вот этот наверное захотелось заработать на фильме посадить в яму и написать груша вот одна беда и вторая беда то что нам по теме то есть это прививка почкой это страшная рана он садит калеку вот так вот но я это опередил события и сейчас и сейчас мы найдем следующую фотографию а еще раз полюбуйся то есть прививка почкой может быть вы заметили что он оставляет пенечки вы знаете что делать у него здесь могла быть если бы он заподлицо пусть не такая страшная рана как у доктора но и не меньше а почему я еще так это говорю роман исаев я верну отвлекаться он даже написал мне письмо не ответы не привет а там тип константинович привет а в это вот мадной крови нет вы просто взял пять моих фотографий ставил это письмо моих почек фотографий и написал вот это правильная груша это неправильно а вот это не таврическая это память яховлево вот он специалист он как раз специалист по яблоням грушам вот я ему очень поблагодарил я ему ответку тут же написал что роман там очень тоже не помню спасибо вам рад знакомству готов дружить с вами у нас есть то чего нет в науке казалось бы ну почему нет вот ни ответа ни привета и все равно то что он а это было всегда так редко чтобы кто-то за внимание обратил значит смотрит фильмы значит смотрит свои статьи читает иначе будет откуда бы ответка была когда он исправлял там трех случаях из пяти у меня неправильно было название груши я правда тоже не виновата это зачем купил зато продаю и с такой выражение ладно пойдем дальше вот эта фотография уже не раз вспоминал она каким-то образом хитро уже и автор нашелся ее она попала в это самое в рекламу на же не этих привычек секатор она попала в рекламу и что вы думаете вот я смотрю узнаю снимок вот этот целый вот потом нашелся и автор потому что я уже подзабыл и как оказалось значит они где-то слямгели это снимать и вставили вот смотрите это якобы делалось секатором превысим вот во первых и не похоже а вот во вторых разве можно рекламировать посадку абрикоса в яму вы видите что-то в яме сидит сгнет чертовой матери и это была единственная фотография сделана нормальная прививка скорее всего обычная окулировка или улучшенная вот то есть схалтурили а остальные не схалтурили у них там десятка два фотографий я в своих фильмах не раз показывал бы смеевал их издевался ноги вытирал самые дерьмовые фотографии какие я видел в своей жизни самые дерьмовые результаты прививок этим же привычным секатором никто еще будь вспомнит а сейчас утра нику не с утра будь вспомнит впереди день хороший вот и это все назвали победители соцсоревнования то есть победители наши победители у кого лучшие результаты по прививкам секатором привычным дерьмо еще дерьмо но вот она попалась под рукой я не мог не сказать так но еще вот это и наверное на сегодня все начинается будний день надо ехать привать вот это вот один нож вот смотрите видите вот этот нож мне прислали и сказали пригласить вам подарок заточен на две стороны понимаете но принципе им привать можно 1 кромка большая 2 чуть-чуть но все-таки я привык идеалу а вот это вот видите написано самурай мне прислали еще и вот этот нож а он еще хуже им только хлеб резать масло масло может резать вот а человек который мне прислал подарок он захотел сделать мне приятно мне правда мой нож был в деревне я показал бы свой нож я покажу позже буду целая серия фотографий будет мной а почему бы сразу не найти его я зарекался не не залазить вперед я зарекался ну-ка вот это все я вам хочу рассказать все секреты открыть буквально все секреты ну сейчас чтобы тему нажать закончить вот кстати вот это вот он у меня в руках видите вот этот нож фирмы зеллинген и вот там даже между между этих самых у меня между пальцев вот видите там написано зеллинген замечательный нож немецкой фирмы вот если такой достанете ну цена конечно крутая вот это я им пользуюсь а вдруг я не а вот он проклинаемый мносик от никогда в пределах тысячи рублей стоит сейчас может быть дороже импорт вот стоил в пределах тысячи никогда он мнет он никогда не пригодится это вроде бы гениальное изобретение но на самом деле это развод капитальнейший развод сейчас все таки найду вот этот нож я утерял жалко невероятно этот нож я утерял вот такой был идеальный я даже не знаю какой он фирмы вдруг однажды он исчез и в саду где-то лежит вот и все таки все таки все таки попутно продемонстрирую вот это вот моя привычная лента стоит 500 рублей осталось всего несколько упаковок и потом когда они у меня появятся я не скажу в данном случае я являюсь сообщником Антона Сафронова он их делает сам очень красиво а я продаю по принципу 50-50 вот сейчас я надеюсь нож найти и на этом мы закончим знаете сколько мне надо рассказать нашел вот он зе вылечим германии соленген зеллинген ну придется вам германии соленген а я сказал зеллинген ну значит ошибся соленген вот вот эти тоже привычные ножи заточены на одну сторону качество похуже точить приходится чаще но как говорится за неимением гермовой бумаги пишем на туалетной вот такой же принцип и тут так и еще где-то у меня была одна фотография с ножами ну значит нету так друзья на этом мы будем заканчивать вот результат прививок выглядит вот так ну все я вынужден долго не могу вы меня сами вставили в рамки а то начинал по 4-5 часов непрерывный разговор устаревали люди потом перешел на 30 на 2 на час сейчас стараюсь ложиться в 30 минут а то и меньше кстати скелетная прививка вот на сибирку привит жигулевская приучил мощный скелет я назвал скелета оборудователь 9 сортов испытал ну подумаешь мне говорят вы за или против этих так называемых дерево сад 9 сортов на жигулевском жигулевском тоже привит но все нормально испытал вот а чем кончилось на следующий год она была мертва это я был ну все друзья заканчиваем я с вами прощаюсь но ненадолго вот остановить запись я что это не знаю но это не знаю что не знаю что это не знаю не знаю это не знаю это не знаю это не знаю